Золотая пора Праздник людей преклонного возраста отметили в Ассамблее народа Казахстана. С любовью от всей души. Как работают мастера рукоделия? Мысль приходит, я встаю и начинаю рисовать, а потом я начинаю это все делать. Ассамблея народа Казахстана Алматинской области ведется большая работа. К примеру, этнокультурными объединениями реализуются различные проекты. Активную деятельность ведет и молодежное движение Женгру-Жолы. А на днях здесь, в Доме дружбы, прошло заседание Совета Ассамблеи. Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас. В условиях пандемии очередное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана прошло в очень узком кругу. Многие члены Института дружбы приняли в нем участие в режиме онлайн. На повестке дня важные вопросы, а именно реформы, касающиеся Ассамблеи и Дома дружбы. Так, отныне часть функции секретариата Ассамблеи будет передана Управлению внутренней политики, поскольку теперь, при данном управлении, будет создан отдел секретариата Ассамблеи и межэтнических отношений. По заданию президента страны на баланс управления внутренней политики переходят Дома дружбы. Обо всем этом и было сказано на прошедшем заседании Совета. Кроме того, на встрече было рассказано и о передаче полномочий заместителя председателя областной Ассамблеи народа Казахстана заместителю Акима области. Такая перезагрузка сегодня происходит во всех регионах Казахстана. По республике в данный момент, то есть в данный период, происходят перемены. В республике создан комитет по вопросам межэтнических отношений, а также созданы соответствующие управления в составе комитета. И в регионах тоже происходят такие изменения, чтобы в дальнейшем работать с Министерством информации и общественного развития в тесном контакте. Также создан Институт исследований межэтнических отношений, которые уже у нас были в Алматинской области, проводят социологические опросы. На встрече были рассмотрены планы дальнейшей работы Ассамблеи, внутренней организации, а также подняты вопросы представления к общественным наградам в честь 25-летия Института Дружбы. В завершении встречи чествовали тех, кто внес свой вклад в сохранение единства народа и процветание региона. Руководители еврейского и корейского центров были награждены юбилейной медалью 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. В этом году исполняется 25 лет создания Ассамблеи народа Казахстана. К этой дате, конечно, как и все другие этнокультурные объединения, мы подошли с определенными успехами. В частности, вы знаете, мы впервые в республике, в Каратальском районе, у подножия горы Бастубе построили монумент благодарности казахскому народу от молодого поколения депортированных корейцев. Далее, при содействии и поддержке Ассамблеи народа Казахстана Кимовой области, как председателя Ассамблеи областной Алматинской области, мы заключили долгосрочный контракт между Южно-Корейской клиникой Хёнды по оказанию медицинских услуг населению нашей области бесплатно. Пользуясь случаем, я хотел бы всех казахстанцев, всех членов Ассамблеи и коллег поздравить с этой знаменательной датой, пожелать здоровья, благополучия в семьях и творческих успехов. Одним из значимых событий за прошедшее время стала встреча членов молодежного движения «Жангар-Ужолы». На днях областной центр посетила специальная группа из Нурсултана. Она побывала в Житесусском университете, где им была представлена модель обучения стартапа Кадемии. Студенты рассказали о проектах, над которыми работают сегодня. В рамках визита в Алматинскую область столичные гости также встретились с учащимися ниш города Туалды-Курган. В завершении встречи талантливым молодым людям, уже успевшим внести свой вклад в развитие региона, несмотря на юный возраст, были вручены благодарственные письма. Цель нашей встречи сегодня – это встретиться с активной молодежью, чтобы выработать, сгенерировать новые проекты, которые бы могли отвечать на сегодняшнюю современную повестку. Опыт Житесуйского госуниверситета очень примечателен в плане создания стартап-академии. Мы ознакомились с работой студентов. Вот это направление в Алматинской области очень развито. Я могу сказать с уверенностью, что не так часто мы видим настолько обширный кластер, стартап-кластер в одном месте. Тем временем волонтерский центр при Ассамблее народа Казахстана наградил очередных победителей Олимпиад в рамках реализации образовательного проекта «Боргем из Беллим». На этот раз за первые места в Олимпиаде по английскому языку 14 школьников получили смартфоны. За третьи места были вручены рюкзаки с наушниками. Кроме этого, состоялось награждение самых активных волонтеров, участвующих в проекте. 20 человек получили благодарственные письма, адресованные их родителям. Всего же за время реализации проекта в нем приняли участие около 100 волонтеров. Результат работы, думаю, что это не только сегодня, а это в первую очередь долгосрочный. Так как те ребята, которые сейчас волонтерят, они опробовали себя как педагоги уже, навыки. Это развиваются коммуникации, общение детей из села и детей, студентов, которые уже выпускники ЖДСУ и учащихся старших классов Мазарбаев интеллектуальной школы города Талды-Курган. Уважительное отношение к старшему поколению – это неотъемлемая часть традиций каждого из народов нашей многонациональной страны. Поэтому неудивительно, что Ассамблеей народа Казахстана в Алматинской области ежегодно проводится праздник ко Дню пожилого человека. Вот и в этом году здесь, в Доме дружбы, собрались вместе старейшины этнокультурных объединений, чтобы поделиться опытом, вспомнить о прошлом и подумать о будущем. Ассамблея Ассамблея В Доме дружбы особая душевная атмосфера. День пожилых людей – праздник, который объединяет все этносы. В этот день звучат слова благодарности старшему поколению за их труд, мудрость и участие. За столами виновники торжества – члены Советов Старейшин, этнокультурных объединений области. Их прекрасные, добрые, улыбающиеся лица совершенно не портят морщины. Они лишь подчеркивают, что за плечами у этих людей богатый жизненный опыт. Ассамблея народа Казахстана традиционно проводится праздник ко Дню пожилых людей. В 2020 году мир отпраздновал 30-й день пожилого человека по счету. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября международным Днем пожилых людей. Впервые праздник отметили в 1991 году. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х уже во всем мире. Дата праздника выбрана не случайно. Существует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осени. И этот осенний день всегда становится ярким от добрых улыбок, искренних пожеланий и музыкальных подарков. Вот уже 8 лет инициатором проведения такого мероприятия при Ассамблее народа Казахстана выступает еврейский культурно-благотворительный центр «АВИФ». И у нашего народа, и у всех народов, населяющих Казахстан, я думаю, есть такая культура, что уважай старших. Я думаю, что мы должны отдавать дань уважения нашим старшим, которые сделали все для того, чтобы мы жили сейчас в нашей стране, в мире и согласились. По словам самих виновников торжества, их очень порадовала концертная программа, ведь здесь они вновь услышали любимые песни и увидели исполнение замечательных народных танцев. Стоит отметить, что жизнерадостные бабушки с удовольствием станцевали и сами. Многие из приглашенных стояли у истоков создания уникального института дружбы. Они сегодня стараются участвовать в деятельности Ассамблеи народа Казахстана и вносить свою лепту в укрепление единства народа нашей страны. И на этот раз представители Советов Старейшин с удовольствием приняли участие в мероприятии. Как приятно всем нам, пожилым людям, что нас периодически все-таки вспоминают, приглашают на мероприятие такого масштаба, где мы вспоминаем свою молодость, вспоминаем свои года, когда мы были молодыми. Я хочу всех поздравить пожилых людей, чтобы мы были всегда здоровы. Мы жили, мы нужны детям, мы нужны внукам. И прежде всего мы нужны самим себе. Больше нам позитива не унывать, не поддаваться. Самое главное это именно общение для нашего возраста, общение. Поэтому мы сегодня очень рады здесь собраться в Доме дружбы. Я хотел бы всех поздравить с таким праздником. День пожилых людей практически я считаю себе молодым, хотя уже под 80. Здоровье зависит только от нашего общения. Для представителей старшего поколения этот праздник – замечательный повод встретиться, вспомнить былые годы и еще раз доказать, что возраст для них не помеха. День пожилых людей А мы продолжаем рассказывать вам о творчестве мастеров рукоделия, которые проживают в нашей Аматинской области. И сегодня мы пришли в гости к талантливой мастерице Зите Козиновой. Здравствуйте! Добро пожаловать! Мы вас ждем сегодня. Очень рады вас видеть. Проходите. Мы вас тоже очень рады видеть. Знакомьтесь, Козинова Зита Александровна. Заботливая дочь, любящая супруга, мама и бабушка. Профессиональный мастер маникюра 20 лет отдала выбранной профессии. Любовь к творчеству сопровождала Зиту всегда. С детства она хорошо рисовала, всей семьей поют песни. А потому, наверное, неудивительно, что около пяти лет назад эта талантливая женщина поменяла сферу деятельности. В одно прекрасное время звонит и говорит, мам, я нашла себя. Я говорю, как ты нашла себя? Она говорит, вот я буду делать поделки. С этого времени она просто заболела этим. Я сама удивляюсь. Сама удивляюсь. И вот ее это призвание, наверное, она вся отдается этой работе. Ну, вся. Настолько все тонко, настолько все красиво, настолько все трогательно. Мне кажется, это здорово. Своему Зу Зита называют любимую маму. Наверное, поэтому в доме у матери так много поделок, выполненных трудолюбивыми руками мастерицы, которая без дела не сидит ни дня. Сейчас над чем работаете? Сейчас я работаю вот это вот, идет у нас кукла-пакетница. То есть, ну, голову здесь я сошьем, она будет в русском стиле, платок так на ней будет. Эта пакетница, чтобы вот сюда ложить пакеты. Когда пакеты ложишь, она такая толстенькая становится, и чтобы красиво висела у хозяйки. А, ее на стену? Да, ее на стену вешаешь. Еще фарточек шьется, чтобы хозяйка одевала, и прихваточки. Это моя самая первая картина, когда я только начала работать с пеноплексом. Потом вот такой обережек на кухню. То есть, тоже делается с пакетиков и сватки эти чесночки. С веревочки делается этот веничек. Это обережек обязательно идет на кухню, как бы оберегает дом. Вот это тоже обережек идет на кухню. Тоже здесь и чесночок, и перец, лаврушка для богатства. Здесь полностью все. Денюшка, лапшичка, это идет все это на богатство, на удачу, на радость. Вот еще домовенок. Охраняет дом, дает здоровье тоже богатства. Тоже он делается текстильный. Из материала все. Полностью из материала. Потом делается ПВА. Он застывает и становится вот такой, как каменный. Личико рисованное. Все рисованное. Это вязаный. А домовят таких часто делаете? Да, часто заказывают. Именно таких домовят. Я с колготками не работаю. Вот делают еще, как бы из колготок. Я не работаю. Я работаю с натуральных полностью. Ну, руссконародная вот у меня девочка. Их несколько идут. Я только начала их делать. Вот. Лепное полностью из глины лепила. Личико, ручки, ножки лепные. Текстильная тоже вся. Вот, шитая полностью. Да, синтепоном сделанная. У нас и все есть. Все, что надо. И коса у нас верности. Вот такая вот девочка еще с оболочкой. А то есть это тоже все не случайно? Нет, нет. И платочек красный, и коса длинная. Это все символично. Да, это у нас девочка на замуж собирается. Вот, ждет девочка. Одна из любимых работ – композиция «Дорогие мои старики». Над ней автор трудилась несколько месяцев. Тщательно выбирала образы, подбирала материал. Наверное, поэтому лица этих удивительных кукол, бабушек и дедушек, смотрятся как живые, отражая тоску по родным, детям и внукам. Данная композиция в полной мере показывает, насколько мастер вкладывает душу в свою работу. Просто когда изделие какое-то делаешь, душу отдаешь туда. Я делаю это все с любовью. Я могу спать, и это все, знаете, мысль приходит. Я встаю и начинаю рисовать, а потом я начинаю это все делать. Видите, здесь реалистично все полностью. И у нас здесь и старинный счетчик идет, и тумбочка, все как вот лучок. Бабушка садит саженцы, старые шторочки. Как бы это полуквартира такая. Как у нас это все было в нашем детстве, да, в советские времена. Очень люблю стариков, очень уважаю стариков. И когда я зашла один раз в контакт и в инстаграм, я увидела, как одна женщина делает с любовью вот этих игрушек. Я у нее спросила разрешение, да, авторское все-таки, вот, можно ли мне сделать. Я сделала почти как она, но сделала в своем стиле. И когда их делаешь, знаете, такую боль испытываешь, что вот есть такие вот дети, что они правда забывают про своих родителей, и они просто выживают сами. То есть это работа была не только для красоты? Да, потому что... Чтобы призвать, да? Да, мы больше любили, да, своих родителей и ценили, пока они живут. Сегодня Зита буквально живет творчеством. Благой на работе она может заниматься любимым делом. Трудясь в обществе Жигер, она обучает рукоделию людей с ограниченными возможностями. Зная о том, насколько значимо все это для мастерицы, поддерживают ее и все близкие. А это, признается женщина, очень важно. Все поддерживают. И детки мои меня поддерживают, и внуки мои меня поддерживают, и супруг. Супруг даже бежит, сам такие посылки, он мне на 52 тысячи пришли. Это все для цветов, это все всякие фурнитура, всякие проволочки. Просто не могу передать, насколько я ухожу в эту работу. Я не могу вообще. Я сейчас вот работаю на такой должности, я обучаю этим, я работаю на этой любимой работе, я опять же занимаюсь этим, чем я занимаюсь дома. Ну, вообще классно. В ее коллекции огромное количество различных работ. Особое место занимают ростовые куклы и светильники. Сегодня Зита очень хочет научить и других делать такие удивительные поделки и ценить рукоделие. А потому ее мечтой является открытие своей студии, где можно будет делать цветы, игрушки и картины 3D. И знаете, когда смотришь на искрящиеся глаза мастерицы, верится, что все ее планы воплотятся в жизнь. На этом время наша программа подошла к концу. Увидимся ровно через две недели. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ. Всего вам самого доброго, мира и согласия вам и вашим семьям. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин